Первая остановка большой делегации – частный магазин. В осенне-зимний период ассортимент товаров довольно разнообразный. В летнюю навигацию в Бугрино доставляют промтовары и продукты. Овощи и фрукты возят вертолётами. Цены приятно удивили посетителей. Они почти не отличаются от городских. Наценка за доставку продуктов небольшая. Она субсидируется округом. Однако покупать товары в скором времени будет не на что. Весной этого года посёлок лишился единственной производственной базы. После падежа оленей СПК Калгуев потерял практически всё поголовье. С долгом в 12 миллионов колхоз распустил оленеводов в бессрочные отпуска. В основном, если так подумать, оленеводы, у них всех многодетные семьи. И они же не поедут, вот это значит оленевод, вот это оставив семью тут, вот это жена, дети. И вот самый-то главный фактор – то, что нет работы. Что делать и как спасти рухнувшее производство? Однозначного ответа сегодня никто не даёт. Альберт Ардеев, председатель СПК, видит спасение в помощи недропользователей. За счёт арендной платы за пастбища можно частично погасить долги. Однако корень проблемы остаётся нерешённым. Что делать оставшимся без работы оленеводам и чумработницам? Вывести их в другие СПК округа, реорганизовать колхоз в семейно-родовую общину или заняться промыслом пушнины? Кто-то из зала предложил оленеводам заняться рыболовством. Если будет рынок сбыта и транспортировка добычи на материк, идею можно считать реальной. Если процесс рыбодобычи абсолютно реален, если рыба есть, мы готовы помочь оснаститься основными средствами. Мы готовы помочь оснаститься основными средствами. Но при этом ловить рыбу вместо СПК я не могу. Желание жителей возобновить в посёлке производства – краеугольный камень предстоящих изменений. Руководство региона готово помочь и поддержать начинание частного колхоза. Но конкретных предложений жители посёлка пока не высказали. Вторая наболевшая проблема – долгострой. Делегаты, ещё подлетая к посёлку, из иллюминатора увидели здание с подпорками. Сегодня так выглядит детский сад. Несмотря на аварийное состояние здания, учреждение продолжает работать. С его покосившегося деревянного крыльца виднеется металлическая конструкция. Это новая школа-сад. Отстроив лишь 10% здания, подрядчик отказался от работ и уехал. После длительной процедуры расторжения контракта заполярному району предстоит самое сложное – поиск нового подрядчика. По самым лучшим прогнозам, переселиться в новое здание школа и детский сад смогут лишь в 2016 году. Капитальное вложение в старое здание никто не планировал. Поскольку, если строится, всё-таки надеялись, что пусть она не в июле, пусть она в декабре или там на полгода, на год с опозданием, но она будет сдана. Поэтому и с мыслью об этом и относили к старым зданиям. Теперь, наверное, надо будет пересмотреть это, зная, что с этим ещё два года ждать. Надо будет посмотреть, что делать со старыми зданиями. Туда придётся пока какой-то поддерживающий ремонт им сделать, конечно. У бизнес-строя есть ещё один объект. В отличие от школы-сада, четырёхквартирный дом готов почти на 80%. С ним история будет та же – поиск новой компании. Губернатор отметил, что строить в одном посёлке должна одна компания. К тому же при строительстве социальных объектов необходимо практиковать общественные слушания, добавил прокурор округа. При проектировании школы никто не послушал местных жителей. Теперь школа-сад с котельной строится рядом с единственным водоёмом. Школа, плёд и карни. Идёт население. Сдавали я на пробу? Летом мы сдавали на пробу по химическим и бактериологическим свойствам. Она не соответствует требованиям санкции. Необустроенное водоснабжение закрывает череду поселковых проблем. Сразу после поездки вся делегация собралась в окружной администрации на пресс-конференцию. Вопросы от СМИ были ожидаемы. Что делать с оленеводством на острове? В том ли виде, в котором сегодня есть, или в новом какой-то форуме организации труда водоем. Вот это почва для того, чтобы мы обсудили и приняли какое-то решение. Но основу это оленеводство. Для того, чтобы люди имели возможность заниматься тем видом деятельности, которым они занимались испокон веков. Спикер собрания депутатов пояснил, что сейчас СПК предстоит решить несколько задач. Провести грамотный просчёт стада и определить его структуру. Эти данные помогут узнать, как будет воспроизводиться стада. Затем необходимо проанализировать пастбища, чтобы выяснить, какое поголовье они смогут прокормить. Для этого руководству СПК предложили создать рабочую группу. Стар руководителя СПК эту работу не сделает ни спикер собрания, ни мэр города, ни губернатор, ни глава района, никто. Сегодня эту работу должен начать председатель СПК. Потому что это частная собственность. Второй вопрос, что мы с ним договорились, что все эти документы будут поданы в управлении сельского хозяйства. Дикий Селёв Сергей Дмитриевич со своими специалистами посмотрит, разберётся, подскажет, направит. Большая помощь в решении больших проблем потребуется и от главы поселения. Продуктивное взаимодействие с жителями, заполярным районом и средствами массовой информации помогут избежать подобных проблем в будущем, а в настоящем выработать совместные решения для выхода из кризиса. Валентина Чибичек, Сергей Качегов, Телеканал «Север».